здравствуйте наши дорогие зрители и слушатели с 22 по 24 мая вся политическая и экономическая медийная политтехнологическая и прочее связанная с власть и деньги имущими элита буржуазной россии стеклась на берега невы в наш город где проходил очередной петербургский международный экономический форум в прежних наших выпусках мы уже вкратце говорили о том что иностранные участники бойкотируют данное мероприятие в связи с разногласиями между хозяевами глобального мира и кремлевскими сидельцами по вопросам украины крыма севастополя но тем не менее кое-кто приехал и особенно усердно проявила себя видимо в качестве своеобразного импортозамещения российская власть раз нет зарубежных ньюсмейкеров приехал путин выступал с оптимистическими речами и прочие видные российские бизнесмены то есть капиталисты и крупные чиновники обслуживающие этих самых капиталистов и класс капиталистов целом как таковой на словах у них вроде бы как все оптимистично развиваем оборонную промышленность растет импортозамещение в общем обычная болтовня про то что россия встает с колен а как на самом деле а на самом деле все просто никакая болтовня никакая демагогия никакие громко вещательные заявления от кого бы они не исходили от путин или с медведем от чубайса ли с кудриным от полтавченко ли с иными региональными вождями от крупных банкиров крупных капиталистов крупных спонсоров инвесторов и прочее прочее не уберут того самого объективного факта что кризис в экономике россии нарастает и никакой петербургский международный экономический форум капиталистическая периферийная экономическое положение россии не изменит и не исправит давайте посмотрим на цифры как известно цифры это упрямая вещь их ни один путин и один медведев опровергнуть не в состоянии по данным организации экономического сотрудничества и развития за один час работы среднестатистически работающий гражданин российской федерации производят 24 доллара внутреннего валового продукта вроде бы так и солидная цифра да если умножить количество работающих граждан россии на эти 24 год доллара то можно подумать что мы почти догнали германию однако если отойти от этой общей валовой цифры и посмотреть как распределяется внутренний валовый продукт на душу населения на одного работающего гражданина нашей страны то получается что мы в три с половиной раза уступаем лидеру этого рейтинга норвегии в 2 в два с половиной раза уступаем соединенным штатам америки в 2 и две десятых раза уступаем странам еврозоны то есть тем которые приняли евро в качестве единой европейской валюты вот вам и рост вас ввп вот вам и подъем с колен российской экономики по такому состоянию есть колен придется подниматься еще очень и очень долго и не факт что при нынешней капиталистической системе это произойдет причина здесь просто ограниченность капиталистического сценария ограниченность рамок капиталистического хозяйства и частной собственности для развития народного хозяйства нашей страны низкая производительность труда российская федерация занимает пятьдесят шестое место по производительности труда между хорватией и малайзией ну тут уж и говорить больше не о чем комментарии излишни и ежели гражданин председатель партии единой россии по совместительству пока еще председатель правительства российской федерации дмитрий медведев рассказывает что за пять лет будет создан 25 миллионов высокотехнологичных мест и производительность труда вырастет на 50 процентов то подобное фанфарон ства демонстрирует лишь исключительная некомпетентность гражданина медведева и непонимание им того в каком состоянии находится в том числе и благодаря усилиям его его правительство его партии российская экономика и каковы на деле реальные параметры в части касающиеся ввп производительности труда и других базовых факторов экономического развития нашей страны ясно что это утопия заявление медведева что это иллюзия ни на чем не основана кроме как на его некомпетентном фанфарон стве повторюсь еще раз смотрите сами что происходит в российской экономике основные фонды советских времен не обновляются мощности не увеличиваются не становятся более современным производственными мощности наука в загоне отраслевая наука разрушена фундаментальная наука после медведевской реформы ран тоже загибается а без фундаментальной науки а какой отраслевой науки может идти речь инновации не внедряются или внедряются лишь для того чтобы за счет этого разворовать бюджетные средства и списать их на убытки как это происходит от медведевских чубайсов ских и прочих мега проектов с нано результатами вместо того чтобы развивать технику предпочитают в массовом порядке завозить мигрантов и до тех пор пока для российского капиталиста буржуя будет дешевле место покупки одного бульдозера нанять 50 таджиков или узбеков он будет это делать и власть попустительствует в этом ведь именно путинские поправки налоговое законодательство открыли дорогу массовому появлению в россии мигрантов не квалифицированных не дающих возможности развиваться российской экономики поскольку их рабский труд выгоднее для российских буржуев чем обновление основных фондов и покупка новой техники не забудем о низкой степени автоматизации работ а скверной организации труда о том что оборудование не просто устарела а низко экологично и энергоемко когда медведев говорил об энергоэффективности это возможно была правильная идея но то как он начал эту энергоэффективность будучи президентом внедрять иного термина как энергоэффективное головотяпство не заслуживает власть в очередной раз залезла в карманы за счет дорогих энергоэффективных лампочек столь же быстро перегорающих как и обычно иногда и быстрее таких же некачественных и разрушая отечественную энерголамповую промышленность поскольку тех лампочек которые так полюбились медведеву отечественная промышленность не производила да и сейчас производит в очень малых объемах вот и вся энергоэффективность по медведевски и все остальные реформы точно такие же поэтому когда путинская власть говорит о том что вот они сейчас осуществят импортозамещение поднимут отечественную промышленность не будем забывать что крайне либеральные земельный кодекс водный кодекс лесной кодекс трудовой кодекс налоговый кодекс были приняты в первый президентский срок путина с его подачей перед его активным давлением так о каком подъеме промышленности в условиях действий этих документов может идти речь ясное дело что эта фикция патриотическая болтовня прикрывающая либерально-рыночный курс и когда путин сейчас говорит о том что мы будем развивать отечественную промышленность итог будет точно такой же как говорила моя покойная бабушка разговоры в пользу бедных без единого дела смотрите сами одним из ключевых в сфере впк является военное судостроение и о какой эффективности судостроения в нашей стране в условиях капиталистической частной собственности может идти речь когда средний рабочий южнокорейской верфи в денежной выручке за год зарабатывает в 12 раз больше чем среднестатистический рабочий судостроительной верфи в нашем санкт-петербурге оно и понятно если у нас уровень ручной сварки в 70 процентов считается хорошим то на южнокорейских верфях все сварочные цеха автоматизированы и это лишь один пример показывающий того что и в сфере впк российская экономика загибается точно так же как и в других и остается лишь одна надежда на торговлю сырьевыми ресурсами но и здесь свете санкций у путина не все просто 21 мая в шанхае был заключен договор между газпромом и китайской государственной нефтегазовой компании теперь россия будет поставлять газ китай 10 лет вели переговоры не договорились по цене и наконец подачи путина председатель правления газпрома миллер полностью капитулировал перед китайцами дав им цену в 350 долларов за кубический метр что существенно ниже тех же цен по которым россия продает свой газ в европу при этом следует заметить что евросоюз потребляет 160 тысяч 160 миллионов кубометров газа в год китайцы будут потреблять лишь 38 в год же и о каком замещении европейского рынка давайте сравним эту цифру 160 миллиардов кубов и 38 миллиардов кубов в год может идти речь экономический убыток который путин пытается покрыть в общественном сознании в пиаре свои поражения на западном направлении сфере экономических санкций с европы учитывать надо и то что при строительстве при для передачи этого объема газа в китай для этих 38 миллиардов кубометров в год нужно построить газопровод который потребует инвестиций примерно в 55 миллиардов долларов и даже заявление китайской стороны что они 20 миллиардов готовы вложить в этот проект показывает всю убыточность внешнеэкономической политики путина и всю бесперспективность россии как сырьевой нефтегазовой империи а фактически придатка глобального капиталистического рынка дальнейший экономический кризис дальнейшая утеря экономической самостоятельности технологическое основание нашей страны в рамках нынешнего курса либерально-рыночных реформ слегка прикрытого патриотической риторикой не может изменить ни путин не медведев никто либо иной в нынешней буржуазной власти для смены курса необходим разрыв с мвф в этого отказ от роли сырьевого придатка и периферии мирового глобального рынка буржуазная власть полностью встроенная в капиталистическую элиту глобальную этого сделать не сможет и соответственно если мы хотим спасти российское народное хозяйство российскую экономику добиться подлинной независимости самостоятельности нашей страны путь есть только один путь перехода на социалистические рельсы что в нынешних условиях невозможно без победоносной социалистической революции